Добрый день уважаемые трейдеры вас приветствует компания winoption signals и сегодня у нас на рассмотрении индикатор для бинарных опционов vortex индикатор vortex представляет собой два разнонаправленных осциллятора которые основываются на волатильности торгового актива благодаря параметрам индикатора его можно настроить как для среднесрочных и долгосрочных сделок так и для краткосрочной торговли также индикатор имеет три вида сигналов что увеличивает вероятность положительного исхода в торговле бинарными опционами использовать данный индикатор можно на любом таймфрейме и любых валютных парах а экспирацию лучше подбирать в одну свечу или в 10 свечей от текущего таймфрейма сам индикатор устанавливается стандартно в терминал metatrader 4 но я если у вас возникают сложности с установкой индикаторов то в данном видео можно посмотреть подробную инструкцию по установке также индикатор vortex можно использовать и без терминала metatrader 4 на живом графике для бинарных опционов на нашем сайте его можно найти в разделе индикаторы для этого необходимо перейти на живой график кликнув по ссылке после чего в разделе индикаторы ввести название vortex и добавить индикатор на график но более удобным вариантом конечно же будет использование терминала metatrader 4 а теперь давайте перейдем на график и рассмотрим все правила работы по данному индикатору как уже говорилось ранее данный индикатор может генерировать три вида сигналов первый вид сигналов является самым простым и основывается на пересечении линий индикатора и для опциона call необходимо чтобы зеленая линия пересекла красную снизу вверх а для опциона put чтобы зеленая линия пересекла красную сверху вниз второй вид сигналов подразумевает выход линии индикатора из канала который обозначен черным цветом находится по центру индикатора если при выходе из канала зеленая линия находится над красной то это сигнал для покупки опциона call а если под красной то это сигнал для покупки опциона put и последний вид сигналов подразумевает работу от уровней перекупленности и перепроданности и для покупки опциона call необходимо чтобы зеленая линия вышла из зоны перепроданности а для покупки опциона put необходимо чтобы зеленая линия вышла из зоны перекупленности обратите внимание что для каждого таймфрейма уровни индикатора будут разными а так как торговых активов и таймфреймов очень много сложно подобрать универсальные параметры поэтому эти уровни нужно будет корректировать в зависимости от таймфрейма и актива чтобы получать более редкие но качественные сигналы можно поменять параметры индикатора который всего один и чем выше данный параметр тем более качественные сигналы будет давать индикатор это были все правила работы по данному индикатору а теперь давайте перейдем на реальный счет и попробуем совершить сделки с разными видами сигналов и посмотрим что из этого выйдет а Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... По итогу у нас получилось совершить 3 прибыльные сделки по нескольким видам сигналов. Однако не стоит забывать, что любой индикатор или стратегия могут приносить не только прибыль, а и убыток, поэтому стоит обязательно тестировать их на демо-счету, а также придерживаться правил money management. Если данное видео было для вас полезным, не забудьте поставить лайк и подписаться на канал, чтобы не пропустить обзоры интересных стратегий и индикаторов, а также других тем. Удачной торговли!